добрый день гости нашего канала сегодня я вам хочу показать видео в котором я объясняю как плетется вот такая вот подвеска в форме звездочка либо свежинка ее можно назвать итак приступим итак приступим для плетения нашего кулона в виде звездочки или снежинки нам понадобится 6 вот таких вот элементов я уже часть из них сплела и сейчас я вам покажу как как он будет плестись и единственное они маленько отличается если мы берем вот этот вот такую детальку мы видим что у него с трех сторон выходит по рисунку по три желтые бусины есть одна один элемент у которого только с двух сторон выходит по три желтой бусины с одной стороны этих 3 желтых бусин нет так у нас будет плестись а чтобы в итоге потом когда мы будем собирать у нас получился вот такой вот аккуратный аккуратный стык далее я вам покажу как это будет делаться и так приступим я взяла мононить на длина мононити у меня примерно получилось 6 65 70 сантиметров вот на чтобы сплести один такой элемент для меня такая длина удобная и вполне хватает для начала нам надо набрать три синие бусины и соединить их кольцо делаем один узелочек далее еще один для надежности подтягиваем маленький хвостик который у нас получился мы обрезаем чтобы он нам в дальнейшем не мешал у нас получился вот такой вот треугольничек звездочка берем иголочку продеваем в одну из бисер если у вас путается вот так мононит лучше сразу быстренько ее расправить потому что если резко потянуть узелочек так сильно затягивается что потом получается вообще нереально развязать так провели берем две синие бусины и взвесиму синим бисерин и продеваем в одну бисеринку вводим иголочку вот так вот берем еще одну еще две бисеринки и точно так же продеваем иголочку через одну бисеринку именно через одну а в конце каждого нашего ряда когда у нас будет иголочка выходить мы будем иголочку проводить через две бисеринки и в самом конце там у нас будет уже через три бисеринки но я в процессе покажу и так набираем две синенькие бисеринки и уже иголочку продеваем через две это получается конец нашего первого ряда вот у нас уже такой получился получилась небольшая так небольшой такой треугольничек вот на видите у нас на готов на готовом элементе у нас уходят три лучика они до самого края изделия конца так и будут плестись а по 2 синие бисеринки без изменения только в этих местах мы будем менять цвет бисера и еще на этих лучиках когда мы две бисеринки одеваем нам обязательно их надо поправлять чтобы они ложились маленько как бы образуя рисунок елочка эта техника называется НБ интересно так выговаривается ну вот должно быть хорошо видно что вот она вот именно как елочкой так первый ряд мы сплели берем второй надеваем две синих бисерины и иголочку через одну выводим подтягиваем поправляем чтобы у нас получалось и елочка теперь нам нужно будет одна желтая бисерина точно так же через одну вот так вот берем снова две синие бисеринки и точно так же через одну продеваем иголочку подтягиваем поправляем снова берем желтую бисеринку продеваем две синие продеваем и получается у нас в этом ряду последней бисеринкой будет желтого цвета и иголочку мы вводим уже через две бисеринки вот таким вот образом видите и завершаем наш второй ряд вот у нас уже начинает рождаться рисунок переходим к следующему ряду снова две синие бисеринки через одно поправляем теперь желтую через одну еще одну желтую и также через одну теперь две синие бисеринки теперь две синие бисеринки и проливаем через одну теперь желтую иногда попадается бракованную ничего страшного через одну снова желтую и через одну идем дальше 2 синеньких не забываем поправлять снова желтенькую и опять у нас желтенькая будет последний в этом ряду и мы уже иголочку выводим через две бисеринки я иголочку вот так вот как бы от себя внутри вот так вот завожу это удобно через две и вот наш получается следующий ряд готов вот так продолжаем дальше снова 2 синеньких через одну одну желтенькую так вот теперь нам понадобится снова синяя синенькая и снова желтенькая и точно также через одну здесь слюк и через теперь желтенькую синенькую снова желтенькую Берем две синие и желтую снова синюю и опять в конце нашего ряда у нас уходит одна желтая бусинка и мы иголочку выводим через две бисеринки. Вот что у нас уже получилось. Идем дальше. Снова две синие. Если каждый раз поправляете бусинки вот на наших лучках аккуратненько, то они в общем-то сами принимают форму елочки. Берем теперь желтенькую и теперь нам понадобится синенькая бисеринка и еще одна синенькая. А теперь снова желтенькая и точно так же через одну вводим на сторона у нас вторая. Берем снова две синенькие, берем желтенькую, теперь снова синенькую и еще одну синенькую. Теперь желтенькую. Теперь желтенькую. Вот у нас готова вторая сторона. Переходим к третьей стороне. Две синенькие бусинки, бисеринки, одну желтенькую, снова одну синенькую и еще одну синенькую. И опять у нас получается желтая замыкающая в нашем ряду. Точно так же иголочку вводим через две бисеринки. Вот так у нас уже выглядит наша звездочка. Идем дальше. Снова две синеньких. И опять же берем синенькую. Желтенькие у нас уже на этом этапе практически закончились. Так, мы взяли две синеньких, потом одну синенькую, еще одну синенькую и еще одну. Вводим иголочку через одну и в следующую сторону повторяем так же. Две, одну, еще одну, еще одну, еще одну, еще одну. И вот у нас уже готова вторая сторона. Переходим к третьей. Точно так же набираем две синенькие бусины. Теперь одну. Одну. Еще одну. Еще одну. И еще. И вот наша последняя синенькая бисеринка. И мы точно так же иголочку выводим через две. Вот так. Переходим к следующему ряду. Берем две синенькие бисеринки. И мы уже иголочку продеваем не через одну бусинку, а через две. Точнее нам надо будет продеть через три. Но удобнее сначала будет через две иголочку ввести. Вот так вот. И вытянуть. А потом еще через одну. Вот так вот, чтобы у нас ниточка оказалась вот здесь. Получается раз, два, три. Но если у вас получится сразу через три продеть, то пожалуйста. Мне удобнее сначала через две, потом через одну. Берем синенькую бисеринку. Снова синенькую. И еще одну. И еще. И мы точно так же перед этим лучиком мы выводим не через одну, а через две. В вершинку нашего лучика. Вот так. Одна у нас сторона проплетена. Приступим к следующей. Две бисеринки через... Могу попробовать вам наглядно через три. Но это все плетение изгибается неудобно. Сейчас я продела сразу же через три бисеринки. Теперь одну синюю. Раз. Вторую синюю. Два. Третью синюю. Третью синюю. И четвертую синюю. Вот так вот. И иголочку выводим через две бисеринки в вершинку нашего лучика. Вот так вот. Плетем наш последний ряд. Вернее, последнюю нашу сторону в это время. Снова две бисеринки. Я сначала через две, а потом через одну. Вот так вот. Теперь берем синюю. Раз. Два. Три. И четыре. Это был конец нашего ряда. И мы иголочку выводим уже через три бисеринки. Не через две, а через три. В вершинку нашего лучика. Вот так вот подтягиваем. И вот что у нас получилось. Снова берем три синие. И нам уже надо будет продеть через раз, два, три, четыре, пять. Через пять бисеринок нашу иголочку. Чтобы она оказалась вот, выходила вот из этой вот первой бусинки. Я делаю сначала через три. Вот так вот продеваю. А теперь еще через две. И иголочка оказывает, ниточка оказывается вот здесь у меня. Вот таким вот образом. Теперь берем желтую бусину и продеваем. Раз. Еще одну желтую бусину. Одну, два, и третью. Вот так вот. И теперь нам надо будет вывести вершинку нашего лучика через, раз, два, три, через четыре бусины. я сначала продеваю улочку через две вот так вот и еще через две чтобы выйти в вершинку нашего улочка вот так теперь вот я вам вначале показывала что вот у нас некоторые элементы есть у нас трех сторон по три бусинки завершающие вот как вот у меня здесь уже с одного края вот их три штучки а на некоторых есть всего с двух сторон где выходят желтые так и есть вот такая вот на которой всего с одной стороны выходит три желтые бусины это надо будет смотреть когда вы будете собирать тут смотрите берем нашу первый элемент на который у нас с трех сторон выходят вот эти три бусины значит следующую нам надо будет стыковать либо чтобы у нас было две две стороны желтой одной синие чтобы вот так получилось что то ли у нас получился рисунок далее с наружной стороны получается везде должно выходить по три желтые бусины далее смотрим вовнутрь у нас сюда выходят три желтые бусины значит нам сюда надо будет еще одну детальку у которой только с двух сторон желтые бусины мы будем стыковать вот так вот далее нам нужна опять деталька где у нас у меня вот такая вот осталась желтая одна сторона две синих вот так тоже прилаживаем далее вот такая деталька где с трех сторон желтые тоже сюда приставляем значит последняя деталька у нас должна выглядеть вот так что с одной стороны у нас будет три желтых бусины а с двух сторон у нас этих желтых бусин не будет и мы будем делается это так вот мы проплели одну сторону и у нас должно быть три желтых бусины продолжаем ряд берем две синих бусины пробиваем здесь нам уже понадобится провести иголочку через 1 2 3 4 5 через 5 бусинок и так продеваем иголочку ты через три бусинки сначала а теперь через 2 вот таким вот образом теперь нам надо будет прогнать нашу мононить через бусинки вершинку нашего лучика я это делаю через две бусинки это вот у нас видите вот вот здесь ниточка вернее нитка мононить вводим иголочку и продеваем через две бусинки вот так вот и снова через две бусинки и и снова протягиваем и у нас еще две бусины протягиваем и теперь нам снова немного будет вывести нашу мононить в вершинку нашего лучика для этого нам надо будет продеть еще через 1 2 3 через 4 бусинки я сначала продеваю через 2 бусинки и вот так вот и теперь вверх еще через 2 и нитка у нас оказывается вершинки лучка добавляем снова 2 синие бисеринки и продеваем нашу иголочку через 5 в общем мы повторяем точно так же как мы плели вот эту вот сторону получается ее плетем но не добавляем вот этих вот 3 желтых бусины через 3 теперь через 2 вы можете и через одну каждую отдельно бусинку продевать если вам так удобнее мне удобнее через две это делать главное чтобы не нарушалось оплетение и сильно тоже не надо затягивать иначе в итоге получится что она вот так вот стянется у нее не будет ровной формы плоской так сказать снова через две еще раз через две теперь нашу ниточку выводим через три это конец нашего ряда через три бисеринки в вершинку нашего лучика и вот так вот у нас получилось с одной стороны у нас три желтых бисеринки и с двух сторон у нас этих трех бисеринок нету мы делаем последний ряд нам надо по одной желтой бисеринки сделать верхушечку наших трех лучиков точно так же берем одну желтую бусинку так иголочку нам надо будет провести через 1 2 3 4 5 6 через 6 синеньких до желтенькой я сначала провожу иголочку через четыре бусинки синенькие синеньких вот так вот подтягиваем теперь через две синеньких и одну желтенькой получается нам здесь точно так же надо будет просто нитку продеть по всем бусинам чтобы дойти до вершинки и прикрепить желтую бисеринку теперь нас здесь иголка через сине-желтую идет синюю-желтую снова через синий-желтую теперь через три синий вот так вот и теперь нам надо будет через три бусинки подняться в вершинку нашего улочка так вот мы вышли в вершинку нашу улочка прикрепляем желтую бисеринку и опять через четыре синий я прохожу и дальше точно так же через 2 через 2 через 2 через 2 через 2 и еще раз через 2 и теперь нам надо подняться в вершинку нашего улочка через три продеваем и нанизываем нашу последнюю желтую бусинку я закрепляю нитку так я несколько раз туда и сюда обратно произвольно прохожу не нитью через бусинки несколько раз для меня этого достаточно у меня ничего не распускается допустим 1 2 3 4 5 6 вот сейчас через 6 проводим иголочку и вытягиваем вот так вот теперь разворачиваем наше изделие и снова бисинки через три ворачиваемся обратно как бы к вершинке нашего улочка таким вот образом прошу прощения вот так вот и можно еще разочек через несколько бисеринок пройти прошу прощения за мой кашель и подтягиваем все наш элемент готов ниточку обстригаем вот такой у нас кусочек остался когда вот я вам говорила что где-то примерно 65-70 сантиметров вполне удобно итак приступим дальше нам надо наши элементы собрать в одно целое вот я уже 5 штучек сплела между собой плетутся они одинаково и сейчас я вам покажу как это делается на примере последней бусины вот мы видим что у нас здесь с трех сторон осталось три желтые бусины и здесь а вот этот элемент у нас здесь нету этих трех и здесь трех нету значит он будет вставляться вот так вот итак приставляем сплетать мы будем в шахматном порядке бусинку к бусинке чтоб у нас получилось ровненько так приступим нитка у меня выходит из раз два три четыре из пятой бисеринки по счету если считать от вершинки нашего лучика ну приставили вот этот вот элемент видим что у нас все совпадает и мы иголочку вводим наш вот этот наш один элемент вот таким вот образом в одну бисеринку ввели подтянули чуть-чуть теперь нам надо будет на нашем основном изделии здесь получается нам надо ввести в желтую бусинку вот так вот ввели теперь на той стороне в синенькую бусинку вот так вот отскочила ничего страшного в синенькую у нас на этой стороне была в синенькую теперь в желтенькую подтянули теперь снова в синенькую подтянули здесь в желтенькую подтянули вот так вот мы прошли в одну сторону если нам маленько растянуть наше плетение мы у нас видим что видите весочка легла у нас как змеечка теперь нам надо будет развернуть наше изделие подтянуть ниточку и обратно вернуться точно так же только теперь мы будем зацеплять бусинки с другой стороны здесь зацепили здесь зацепили на основной нашей детальки синенькую бусину а на той которую мы привязываем уже мы зацепляем синюю бусину вот таким вот образом теперь снова переходим к основной детали синяя и теперь на маленькой детальке снова синяя теперь мы переходим к нашей основной детальке последней зацепили провели иголочку через бусинку теперь через которую мы присоединяем протянули и снова к нашей основной последней в бусину и теперь снова ворачиваем иголочку в бисеринку вот так вот сверху в тот элемент который мы привязываем буквально в одну бисеринку и вытягиваем а вот мы подтянули и соединили видите как у нас получился теперь нам еще надо соединить одну сторону вот у нас ниточка наша нить нам надо ее через бусинки пропустить сначала в вершинку нашего лучика а потом обратно перейти вот получается опять так же 1 2 3 4 до 5 бусины от начала нашей вершины не считая вот этой желтенькой и так мы поднимаемся в вершинку сначала так через две бусинки теперь через три наношу желтую бусинку так теперь от вершинки мы прошли 4 синеньких и еще одну пятую синенькую у нас ниточка должна выходить из 5 бусинки вот так снова соединяем наши элементы как они у нас должны соединиться и опять идем в шахматом порядке через синенькую бисинку продеваем иголочку вот так цепь цепь какие бусины вот так переходим на другую получается давайте я буду говорить на левую и на правую мы вывели ниточку с левой перешли на правую Теперь ворачиваемся к левой. Подтянули. Вернулись к правой. Через сумку. Снова вернулись на левую сторону. Подцепили бисеринку. Теперь вернулись на правую сторону. Снова бисеринку подцепили. Вернулись снова на левую. И вернулись на правую. Вот так вот. В одну сторону прошли. Теперь нам развернули наше изделие. И надо нам снова вернуться. Ниточку с левой переносим на правую. А теперь на левую. Снова на правую. И снова на левую. И снова на левую. Прошу прощения. У меня простуда. На левую. На правую. Поворачиваемся. На левую. Теперь снова на правую. Мы берем так же как мы закрепляли конец. ниточку туда-сюда, туда-сюда произвольно, чтобы она у вас не распустилась, через две пропускаем, сюда прошло, а теперь через две, это уже получается произвольно. Подтянули и теперь смотрим, что у нас получилось, она у нас даже получилась интересная, она у нас получилась как 3d, если посмотреть, она у нас не ровная, видите, если мы поправим, она у нас будет вот так вот, с этой стороны выплая, видите, каждый наш элементик, он как бы выступает, тем самым цвета переливаются, вообще камера не передает цвет точный, цвет очень насыщенный, такой темно-темно-синий и такой золотисто-желтый, я вам покажу потом, как эти цвета называются, и вот, если у нас с этой стороны у нас выпукло, вот так выглядит, с этой стороны у нас наоборот, видите, итак, приступим к плетению нашей петельки, она у нас тоже будет плетеная, с рисунком, она довольно таки интересно будет плестись, там маленько даже, как сказать, заморочено будет, но я вам сейчас пошагово покажу, как это делается, будет делаться, берем одну синию бисеринку и продеваем иголочку через одну желтую, вот таким образом, снова берем синенькую и продеваем иголочку через одну желтую, и снова берем синюю и продеваем иголочку уже через две бусинки, через желтую и синюю, и это будет конец нашего ряда, таким вот образом, переворачиваю нашу работу, берем синюю бусину и иголочку продеваем снова через две бисерины, одну желтую, одну синюю, таким образом, снова берем синюю и продеваем через одну и снова синюю, также через одну, наш ряд закончен, переворачиваем наше изделие, берем синюю бусину, проливаем через одну синюю, берем синюю и проливаем через две бисерины, снова синюю через одну, конец нашего ряду, переворачиваем нашу работу, берем желтую бусину и продеваем через одну, нашу иголочку через одну бисеринку, берем синюю бисеринку и продеваем через две, теперь берем желтую бисеринку, иголочку продеваем через одну, наш ряд закончился, переворачиваем, берем синюю бисеринку, берем синюю, продеваем через две бисерины, прошу прощения, вот образом снова берем синюю и продеваем через одну теперь желтую и также через одну ряд закончился переворачиваем нашу работу берем одну синюю продеваем через одну берем желтую также иголочку через одну снова берем желтую и иголочку пропускаем через две бисерины через две бисерины ряд закончился переворачиваем нашу работу и теперь нам надо нашу ниточку продеть в нижнюю бусину вот у нас она выходит из верхней синие а нам надо продеть желтую опускаем и вот таким вот образом и подтягиваем к верху нашу ниточку далее берем синюю бусину продеваем через одну желтую и теперь нам понадобится одна желтая иголочку продеваем через одну здесь снова нужна синяя и также продеваем иголочку через одну конец ряда переворачиваем нашу работу берем синюю и пропускаем иголочку через одну синенькую снова берем синюю и через одну желтую снова синюю и уже через две синих бусины продеваем нашу иголочку конец ряда переворачиваем нашу работу берем синюю бисеринку нашу иголочку пропускаем через две бусины опустили снова синюю и опять через одну наш ряд закончился переворачиваем нашу работу и снова берем одну синюю и пропускаем через одну подтянули снова одну только уже через две бисерины вот таким образом и снова берем одну и пропускаем иголочку через одну бисеринку вот так наш ряд закончился снова переворачиваем работу и берем одну синюю бисеринку и пропускаем иголочку через одну далее мы берем одну синюю и нашу иголочку мы уже будем пропускать через две бисеринки вот так вот и снова берем одну и иголочку через одну конец ряда переворачиваем нашу работу и берем нашу одну бисерину иголочку пропускаем через две теперь одну через одну и снова одну через одну ряд закончился у нас получается везде мы набираем по одной бисерине только в некоторых местах в зависимости от как рисунок идет нам надо иголочку где-то пропускать через две а где-то через одну и в некоторых местах там через определенный ряд нам надо будет вводить нитку на одну бисеринку вниз а потом ее поднимать вверх и так следующий ряд одну одну через одну еще раз точно так же через одну теперь снова одну только уже через две закончили ряд перевернули у нас видите получается что один ряд мы проплетаем у нас как бы один край выступает а потом мы доплетаем еще пол ряда и у нас наше плетение выпрямляется и так продолжаем так плести до нужного нам размера чтоб нам хватило завернуть наш хвостик вот таким вот образом и туда могу спокойно пройти либо цепочка либо шнурочек в зависимости от того что вы получите на чем будете носить этот кугол и так я проплела нужную высоту наши петельки мне нужна вот такая вот у меня ровно стала на середине ниточка была я ее пропустила через бисеринки вылила на край теперь заворачиваем наш хвостик таким вот образом и теперь шахматном порядке как мы в общем то собирали наши элементы закрепляем давайте также условно будет лево-право берем нитку и справа заводим ее налево-право-право-пусинки снова налево точно так же получается в шахматном порядке снова заводим направо и ворачиваемся налево и снова направо вот таким вот образом мы закрепили можем вернуться обратно еще раз пройти чтобы уже было наверняка вот таким вот образом слева направо снова налево и опять ворачиваемся направо продеваем на иголочку через одну бисеринку в шахматном порядке и снова маленько рассчитала с ниточкой надо было взять чуть подлиннее так бы было комфортно заканчивать работу когда сильно сильно короткая она выскальзывает неудобно снова уворачиваемся точно так же прячем нашу ниточку через бисеринки закрепляем вот таким вот образом через несколько туда-сюда чтобы у нас уже раз пыталась думаю этого достаточно можно еще завязать узелочек чтоб уже совсем было наверняка один берем и сейчас подцепим ниточку видите выскальзывает не хочет надеваться ладно у нас такое вредное ладно ставим ее в покое в общем то я ее закрепила думала она уже никуда у нас не должна деться вот у нас получилась вот такой вот такая вот подвесочка плетется она не долго просто нужна снуровка вот видите у нас образовалась вот такая петелечка берем и берем вот такую цепочку можно шнурочек кому как удобно продеваем и вот наша звездочка готова она у нас получается получилось 3d если видео передает то видно что она у нас не ровная а именно такие волнистые поверхности можно ее наоборот вот так вот сделать что она будет более выпуклая более круглая либо наоборот ее так сказать вдавить но это уже на ваш вкус что я хочу сказать по поводу бисера бисер я использую недорогой он у нас в магазине продается вот в таких вот упаковочках он чешский при данной работе я использовала вот такой вот именно бисер синий номер 67100 и у меня еще точно такой же шел желтый бисер только у меня от него не сохранилась в упаковочке я вам не скажу точно какой номер но это вы уже сами для себя подберете потому что многие советуют вот этот вот кулон плести из дорогого бисера но у нас его проблемно найти плюс он еще дорогой а я считаю что можно и заниматься рукоделием не прилагая больших финансовых затрат чтобы так сказать было и приятно для души и не било по кошельку но при этом тоже получается хорошая работа и вот еще хочу одно отметить по поводу этого бисера бисер в основном весь круглый а с которого я плела у него маленькая особенность если на него посмотреть близко внимательно у него видно что у него в середке не кругляшок идет а квадратик и за счет этого он при плетении хорошо ложится аккуратно выглядит само плетение потому что у меня есть кулончик который я плела начала плести из тоже такого же чешского бисера но у него внутри идет кругляшочек его при плетении выглядит маленько по другому вот это вот более аккуратное что ли как на мой взгляд ну попробуйте сравните посмотрите ну и как всегда я хочу сказать не ошибается тот кто ничего не делает если вам понравилось наше видео подписывайтесь на наш канал я думаю будем влаживать новые работы и буду с вами делиться всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...